На площадке Державинского полным ходом идет первая профильная смена организм человека от А до Я. Здесь, в современных лабораториях, ребята различают по внешнему виду, схемам и описаниям клетки и системы. Ученики центра – одаренные дети со всех уголков Тамбовской области. С ними встретился глава региона Максим Егоров, чтобы обсудить перспективы развития высшего образования и создания комфортных условий в нашей области для молодых специалистов. И в числе первых звучал вопрос о том, чем регион может гордиться и что такое есть у нас, чего нет у других. Наша область может переградиться нашими университетами. Мы сейчас находимся на территории Державинского университета. Это действительно университет, который входит в сотни лучших приоритетов 20-30. Не каждый университет в стране может этим гордиться. Я просто как пример. Я не принижаю другие наши университеты, которые у нас и на Чуринске, и в Таргое, но мы этим можем гордиться. Максим Егоров подчеркнул, что показатель качества образования на Тамбовщине – это и количество ребят, набравших по результатам ЕГЭ 100, 200 и даже 300 баллов. Но помимо вопросов, касающихся учебы, звучали и социальные. Я в городе Мичуринске и хотела бы узнать, какие у нас в городе Мичуринске, у нас в Оршаве, в Оршаве и в Оршанске. Глава региона отметил, что Мичуринск, Котовск и Оршанск стали победителями шестого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Наукоград представил проект реконструкции исторической части улицы Советская с благоустройством прилегающих территорий. Главная идея проекта – объединение центральной части города и набережной в один маршрут, чтобы получилась единая прогулочная зона. В числе прочих звучал вопрос о профессиях, которые будут актуальными в ближайшие годы. Максим Егоров отметил, что у региона колоссальные перспективы в развитии сельского хозяйства, так что региону нужны аграрии. Вместе с ними актуальными останутся педагогические и технические специальности. Полина Болотова, Алина Сири, Александр Щеднов. Область новостей. Полина Болотова, Алина Сири, Александр Щеднов.